2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения участников марша за Единую Украину и сторонников антимайдана с Куликово поле, в результате чего десятки людей погибли и сотни получили ранения. Лишь спустя время стало возможным сделать объективные выводы о причинах трагедии. Однако уже вечером того же дня, 2 мая, в российских теленовостях цинично обвинили в произошедшем украинских патриотов, а саму ситуацию стали использовать для антиукраинской пропаганды и нагнетания ненависти к украинцам. Это стало обычной практикой официальной России – вешать бездоказательные ярлыки на своих недругов, используя 1% правды и 99% лжи. А между тем собраны неопровержимые доказательства совершенно в обратном. Причиной трагедии 2 мая в Одессе стали инспирированные Москвой действия пророссийского антимайдана, изо всех сил провоцирующего жестокий конфликт. Напомним ключевые моменты в хонологии событий этого дня. В 13.30 на Александровском проспекте начинается сбор сторонников антимайдана, активистов Куликова поля и одесской дружины. Цель сбора – якобы воспрепятствовать расчистке Куликова поля от палаточного городка. В 15.00 на Соборной площади собираются мирные одесситы, сторонники Единства Украины, футбольные болельщики, евромайдановцы и обычные граждане, в том числе женщины и пожилые люди. В 15.30 колонна пророссийских активистов двинулась в сторону Соборной площади, где совершила нападение на марш за Единство Украины. Стали происходить первые столкновения с использованием пиротехники и камней. Появляются пострадавшие. В 16.20 одессит получает смертельное огнестрельное ранение. Из-за шеренги милиционеров пророссийский активист неоднократно стреляет одиночными из автомата Калашникова в сторону одесситов. Работники милиции не вмешиваются. В 17.30 до 18.00 происходит пик противостояния на Греческой площади. Идут ожесточенные столкновения с использованием взрыв-пакетов, коктейлей молотого травматического и огнестрельного оружия. В 18.30 группы пророссийских активистов возвращаются на Куликово поле и решают использовать дом профсоюзов для обороны, занося в здание канистры с бензином и ящики с коктейлями молотого. В 19.20 первые футбольные болельщики и активисты Евромайдана прибывают на Куликово поле. С крыши и фасадных окон дома профсоюзов летят камни, бутылки с зажигательной смесью, сигнальные ракеты, из окон слышна стрельба. В 19.54 начинается сильный пожар в районе лестничного пролета первого этажа. Появляются пострадавшие. Несколько десятков проукраинских активистов вместе с силовиками начинают выносить раненых и тела погибших из опасной зоны. Прибывают пожарные и бригады скорой помощи. Эвакуации раненых препятствуют пророссийские активисты, продолжая кидать с крыши здания коктейли молотого и камни. В 20.50, согласно отчету ГСЧС, пожар ликвидирован. Спасатели продолжают тушить локальные возгорания. Продолжается эвакуация тяжело раненых. Пожарные сообщают журналистам о предварительном числе погибших. Одесская трагедия обратила на себя внимание всего мира. Погибло 48 человек. Международные эксперты из Совета Европы провели собственное непредвзятое расследование, результаты которого обнародованы в ноябре 2015-го. Ответ на самый главный вопрос о том, кто поджег здание, однозначен. Эксперты установили, что в Одесском доме профсоюзов было пять очагов пожара. И все возгорания, кроме одного самого первого, произошли в результате поджога лицами, находившимися внутри здания. То есть дом профсоюзов вспыхнул изнутри. В отчете также говорится, что между пророссийскими активистами и одесской милицией могли существовать договоренности. Замешанные в событиях 2 мая милицейские работники сбежали в подконтрольное России Приднестровье и сейчас находятся в Российской Федерации. По сути, одесская бойня от начала и до конца спровоцирована сторонниками антимайдана. Они первыми атаковали спокойное шествие мирных одесситов. Конфликт был спланирован заранее. Однако сам поджог здания Дома профсоюзов изнутри оказался трагической оплошностью пророссийских активистов. Большое количество бензина и коктейлей молотова внутри помещения вспыхнули по неосторожности. Факты, свидетельствующие об умышленном поджоге, отсутствуют. Дальнейшие разбирательства выявили доказательства российского спонсирования сторонников Куликова поля и Одесской дружины. Москва, вложившая в руки своих сторонников оружие, создала все условия для Одесской трагедии. Для таких преступлений нет срока давности. Российские организаторы и вдохновители этой кровавой бойни рано или поздно обязательно окажутся на скамье подсудимых Международного трибунала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова